что такое отрицание и что я отрицаю значит отрицание это механизм защиты нашей психики для того чтобы в критичные кризисные моменты человек смог пережить тяжелые моменты своей жизни у нормального человека происходит это именно так человек живет в реальной жизни чувствует реальные чувства да и в какие-то моменты стрессов и кризисов у него включается отрицание например там развод потеря близкого какие-то стрессовые моменты на работе увольнения или проблемы да и у человека могут включаться эти механизмы вот но далее проходит период и человек выходит из отрицания и нормальный и живет дальше в реальность что происходит у человека который вырос в алкогольной нетрезвой обстановке значит такой человек с детства научается жить в отрицании то есть как там понимаете там перелом произошел то есть там не иногда а там перманентно ребенок чтобы выжить в этом алкогольном ужасе научается отрицать все что все свои чувства какие чувства чувство гнева чувство стыда чувство вины чувство печали да на всю эту ситуацию в своей семье да он это там покоит внутрь страх ужас паника да это все ребенок научается вот таким механизмом отрицать что еще отрицает до отрицает потребности свои до потребности также отрицает реальность то есть смотрите ребенок живет в этом алкогольном ужасе и он но каким-то способом ну как бы знаете так вот на психика так устроена отстраняется вроде бы как бы так как то блокируется там вот этот ужас да и вот человек живет в этой алкогольной семье до растет выращивается там да вот и как будто бы знаете так ничего страшного ну там папа немножко пьет мама немножко лупит ну там пришел он сегодня пьяный там с ножом бросался ну ничего да это вот в таком ключе примерно да вот прочувствовать там вообще может быть человеку ну какое-то время какое-то время он не будет ничего чувствовать обычно это происходит ну до подросткового возраста где-то так да это вот такое прям чувственное далее то есть человек изначально с начала своей жизни растет представьте метафорически с бананами в ушах с бревнами в глазах с прищепкой на носу то есть это как это научается ничего не слышать ничего не видеть как будто и не и не чувствовать ничего да то есть это вот примерно в таком ключе да человек растет и соответственно конечно же когда он вырастает взрослеет он продолжает жить также ничего не слышу ничего не вижу ничего не чувствую да ничего не меняется но у человека да как бы как сказать так норма для него жизни была вот эта алкогольная среда алкогольное мышление мировоззрение которое он автоматически унаследовал от своих родителей конечно же он воспринимает то как он чувствует думает и ведет себя человек с диагнозом вода нормально да ну в принципе и вот это он отрицает что на самом деле он не совсем нормально себя ведет чувствует и думает а вот если сейчас разобрать примеры и что еще как это можно назвать то есть у человека вырос выросшего в алкогольной семье атрофированное мышление да то есть человек мыслит и живет ну как в детстве да то есть вниз трезвости в которой он вырос он также живет и взрослой жизнь и это он тоже отрицает потому что он думает что это норма но он другого не видел то есть если я знаете как это сказать вокруг меня было зловония то как я могу понять как пахнут орхидеи там или как пахнут какие-нибудь фрезии да как я это пойму да никак для меня зловония будет это норма то же самое да вот это и отрицает да ну человек вода далее вот например пример да как будет вести себя человек в отношениях да такое ну постоянно ссоры скандалу претензии драки да то есть человек будет находить себе в партнеры в пару человек другого человека вот такого же как он в котором он будет воспроизводить этот сценарий а потому что это норма для него дальше что еще может такой человек вода в отношениях не сможет брать ответственность вернее он не умеет брать ответственность на себя за свои чувства желание потребности ответ выборы да то есть человек будет перекладывать ответственность на партнера за свои чувства потребности и выборы например ну утро завтрак я хочу овсяную кашу мой муж хочет гречи гречневую кашу с молоком человек с диагнозом вода он будет есть гречневую кашу чтобы это сблизило нас еще больше или там чтобы получить единство душ там я не знаю признание подтверждение да у партнер это он будет думать что любовь это никакая не любовь это придаваясь и я задвигаю если так в чем здесь отрицание он будет рассказывать себе это любовь это вот мы едины мы вместе а что это будет на самом деле в отрицании да но если снять его я как бы отказываюсь от своих желаний потому что боюсь потерять эти отношения из-за того что я выберу овсяную кашу ну примерно так это внутри так на самом деле но человек не способен это назвать у него на поверхности то что я сказала это любовь это единство душ да вот примерно таком ключе далее что будет в социуме и на работе у такого человека с диагнозом вода значит он будет воспринимать поручение и допустим коррекцию своих ошибок да когда мы будем говорить что исправить там или в чем он ошибся как угрозу разборки нападение да что на него нападают его критикуют обвиняют то есть человек не будет адекватно то есть у него будет либо истерика слезы либо он будет скандалить ну и я это разгрызаться разбираться там на работе то есть реакции будут неадекватны опять в чем здесь отрицание что то как я реагирую это как на самом деле в реальности это небо и земля то знаете как похоже на бред сумасшедшего да как это в реальности там не знаю мороз минус 40 градусов да а я делал летние сандали и юбку без колготок и пошла гулять вот это примерно тогда вот поэтому ну вот отрицание примерно вот об этом далее значит реакции на любые перемены в жизни как будет реагировать вода человек ну например встала я утром и увидела у меня сломался холодильник что будет у человека с может ну как бы улететь вот в этом во всем ничего не делать не знать что сделать да да и либо и либо будет делать что-то но очень эмоционально импульсивно и все так вот чувственно все так энергично все так на эмоциях да а нормальный человек что он сделал сломался холодильник обычная бытовая тема да посмотрела объявление на каком-нибудь авито нашла несколько телефонов мастеров или компаний позвонила договорилась что приехали посмотрели и дальше я буду жить этот день человек диагнозом вода улетит на весь день а может и на два за этой ситуации может быть не сможет даже ничего сделать то есть вот в таком ключе да далее что будет в отношениях с детьми у человека с диагнозом вода и что он будет отрицать значит воспитание с детьми в отношениях с детьми там будет проекции на детей из детства да то есть либо будет постоянный контроль ребенка какой-то гиперконтроль гиперопека конфликты могут быть какие-то недопонимания и постоянно будет как бы сливать на ребенка свой гнев такой человек диагнозом вода объясняя себе это тем что он непослушный капризный ребенок это что и даже руку может поднимать на ребенка руку будет тоже поднимать то есть что я его убью луплю из срывая на нем свой гнев он заслужил он противный капризный непослушный ребенок вот это будет отрицание а на самом деле это не так мой ребенок такой каким я его воспитала мой ребенок как сказать не виноват моих чувствах гнева и претензий до к матери до которые вымещаю на нем а я его использую как мальчика или девочку для битья но вот это будет реально отрицание то что я вам сказал да это следующий вариант далее еще посмотрим на работе значит здоровом плане да как как с работа ну зачем работа до пришел взял работу заработать денег заработал деньги ну какие-то допустим даже и погрехи это тоже нормально в работе это процесс что же у вода происходит на работе до вода выстраивает отношения со всеми окружающим особенно с начальником как с родителем и он будет чем заниматься на работе он будет постоянно искать похвалы признание подтверждения у начальника если его будут хвалить он будет еще более усидчив усерден и еще больше будет в гонке за этим одобрением и похвалой если его не будут одобрять и замечать то он будет страдать стенать и плакать по ночам в подушку что его не ценят на работе вот примерно вот в таком ключе отрицание здесь в чем что на работу не за этим ходят и мои чувства к начальнику они на самом деле не к начальнику а это чувство к родителям моим да вот вот это и будет отрицаем да и далее значит итог я хочу подвести да вот ко всему вышесказанному что отрицание что же это что я отрицаю я отрицаю реальность я живу в ней реальность я живу в своем алкогольном детстве сегодняшней жизни я этого могу не видеть не по меня не замечать не осознавать а может быть иногда осознавать но что с этим делать я не знаю и понятия не имею ну примерно в таком ключе ну и дальше продолжать жить по этой схеме или вот так но я же вода ну и ладно буду жить дальше разрушать в итоге в отрицание что итог я разрушаю себя и всех вокруг моего ребенка отношения с мужем отношения на работе то есть везде и всюду я разрушитель то есть ну вот такой примерный ток вот и вопрос до возникает что же с этим делать как мне дальше жить есть благая вещь что выход для вас есть нужно начать работать над собой да как раз таки я работаю именно с людьми созависимыми и взрослыми детьми из дисфункциональных семей вода да я оказываю два вида помощи значит я веду онлайн очную терапию для людей желающих там из других городов или стран получить помощь то есть что это такое это занятие именно индивидуальные с вами встреча проходит один раз в неделю если у кого-то есть желание мы встречаемся два раза в неделю по часу до что происходит мы с вами постепенно начинаем как раз таки работать над отрицанием я даю индивидуальные задания которые между сессиями снимают у вас отрицание вот и на самой на самом занятии мы разговариваем о вас там есть как бы опора на что я опираюсь да там на методику вот работая по 12 шаговой модели в принципе она показала свою эффективность на протяжении 11 лет прежде чем стать специалистом и помогать другим я решила свои проблемы я человек созависимый у меня есть диагноз в да после школы я закончила вуз северокавказский социальный институт я получила диплом о высшем образовании по специальности я психолог преподаватель психологии вот так же прошла повышение квалификации в бурге вот и по истечению 11 лет когда я поняла что я ресурсная я отработала большинство своих проблем я поняла что я готова к работе с людьми с диагнозом вода и созависимость да потому что но мое мнение психолог должен быть трезвый да потому что чаще всего люди созависимые вода находятся в эмоциональной нетрезвости и здесь нужно четко да и бить вот классические варианты мне не помогали я сама очень много на себе испробовала прежде чем до начать работать с людьми и я могу сказать мне не помог ни один психолог ни одна ворожея там какая-то на это давным-давно было лет в семнадцатом пыталась там порчи какие-то снимать то есть мне не помогло ничто кроме специалистов которые были тоже в программе потом стали психологами да я вот обращалась тоже вот мне только такие были полезны кто в теме кто тоже имеет диагноз вода и созависимость да только такие могли мне помочь и 12 шаговая программа то есть модель 12 шагов она очень мне тоже помогла и теперь когда я приобрела опыт повышения квалификации и имею прекрасное понимание что где и зачем до у людей таких ну я считаю что я оказываю достаточно эффективную помощь ну вот кому интересно я оставлю ссылку в описании там на свой сайт на ссылке instagram контакт вот skype вы можете связаться со мной любым удобным для вас способом и записаться на терапию то есть вот вот далее также я работаю онлайн веду один раз в неделю групповую терапию она проходит по воскресеньям в 19.00 в skype на групповой терапии там больше групповой формат там обычно несколько человек мы также там по определенной системе мы смотрим ваши отрицания работаем над схемами мышления и поведения вода ну тщательно разбираем ваши личные примеры из вашей жизни тоже как бы можно сказать работаем с отрицанием и но если вот вы спросите с чего начать я бы вам конечно порекомендовала знаете как ну индивидуальную взять и дополнительно уже групповую терапию но там уже ваш выбор как вам комфорт не будет да вот ну потому что на индивидуальный там более как бы лично с вами идет работа и более ну как бы все направлено на лично вашу систему дисфункциональную потому что у каждого человека вода и созависимого у него своя схема дисфункционала то есть там ну симптомы они могут быть похожими но у каждого свое вот поэтому в этом плане ну конечно лучше индивидуальных занятий начать вот так же если кто-то живет санкт-петербурге я веду очную живую терапию то есть это тоже встреча один на один в кабинете городе санкт-петербург раз в неделю тоже если у кого-то есть желание в живую встречаться это тоже реально вот в принципе работаем мы с вашим детством и параллельно с сегодняшним днем то есть вот это очень эффективно тоже для меня оказалось вот но в принципе вкратце вот такую помощь я могу вам предложить всем добро пожаловать кто хочет помощи я вас приглашаю записаться вот всем желаю доброго вечера решимости к действиям и встретимся в следующем эфире до новых встреч пока